Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тимофей Мартынов, как всегда, вагон позитива, так сказать, подъехал понедельник, антикризис, а это значит, что я буду искрометать, я буду приглашать вас в свою обитель комфорта и радости, а вы будете получать неимоверный кайф от просмотра этого видео. Те, кто смотрит меня первый раз, так сказать, сразу идут в описание, потому что они ничего не поймут из-за того, что происходит здесь, сложно, слишком сложные вещи происходят в начале, кто смотрит второй, третий и более раз, все уже давно знают, давайте просто обнимемся. Обнялись, обнялись. Спасибо за комментарии, кстати, я всегда читаю ваши комментарии, стараюсь на них отвечать, ну, все комментарии, которые требуют ответа, я стараюсь читать, записываю ваши вопросы, стараюсь на них отвечать, и, конечно же, я напомню, что передача состоит из двух логических частей. Первая часть, где мы учимся жить правильно, вторая часть, это часть при инвестиции, трейдинг, учимся зарабатывать вместе, да, то есть я не профессионал, я дилетант, мы учимся вместе, саморазвиваемся. Значит, если что-то непонятно, неинтересно, внизу в описании все тайм-коды, переходите и сразу смотрите эту тему, которая вас интересует. Кстати, я часто стал употреблять слова-паразиты, такие как «так сказать», может быть, еще какие-то, поэтому следите за моей речью и пишите о моих грехах в комментарии, будем делать мою речь лучше вместе. Еще одна история, которую я обязан рассказать в самом начале, это донаты, давно про них не говорил, у кого есть возможность, кому безумно нравится моя программа, присылайте донаты, ссылочка внизу в описании, чем меньше говорю, тем меньше присылают, чем больше говорю, тем больше присылают. Поэтому, почему бы не говорить чаще, цель моя зарабатывать на ютубе хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, пока до этой цели, как просто до Марса, но, в общем, я потихонечку, раз в неделю стараюсь, работаем, так сказать, над этим, но, о, сказал один раз слово «паразит», да? Я просто посмотрел интервью, посмотрите интервью «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковом и Мишей Фридманом, где он просто не вынимает изо рта фразу «так сказать», и звучит это так прикольно, что, ну, еще у меня был коллега на РБК, когда мы работали, мы все время в шутку говорили постоянно «так сказать», хорошо, что это не сильно проникало в эфир. Окей, народ, значит, мы развиваемся с вами, и я делюсь с вами своими жизненными открытиями. Я с начала сентября рассказывал вам, что я постарался изменить свой режим на более эффективный, все говорят, что надо вставать в 6 утра, там, чем раньше начинаешь, тем лучше кончаешь. Значит, кстати, тут прислали мне видео на Маргулана Сейсенбаева, кто не знает, там, погуглите, прикольный чувак. Вы знаете, блин, честно говоря, мужик просто сделал себя робота, робота эффективности. Мне прислали коротенькое видео, его новое последнее интервью, это даже не на его YouTube-канале, а это Черняк взял у него интервью, да, который любит узнавать у людей, какова маржа. Кстати, я спустя какое-то время ведения бизнеса все-таки стал обращать внимание на свою маржу, и на вопрос Черняка я бы мог ответить, если бы, конечно, хотел, вот, потому что знать, какая у тебя маржа, вот, довольно важно, потому что это, ну, так, критический показатель не только для инвесторов, но и для самих бизнесменов, владельцев бизнеса и так далее, чтобы понимать, что происходит вообще, насколько у тебя запас по прочности есть. Так вот, так, что-то я съехал с темы, да, значит, Сысенбаев, человек-робот эффективности, то же самое, что Катерина Ленгольд, да, которая написала книжку «Просто космос». Тоже я смотрю на, ну, читаю ее книжку, смотрю на ее YouTube-ролики, думаю, блин, они какие-то роботы, они не живые, они работают полно по алгоритму. Ну, у Сысенбаева есть прикольные идеи, там, допустим, до 10 утра он занимается только собой, саморазвитием, очень много читает человек, полностью такой self-made и самоироничный вроде мужик, ну, и слушать его просто приятно. Поэтому, все, кто не знаком, рекомендую посмотреть, потратить время, реально, вот одно из того интересного, что можно реально смотреть на YouTube. Так вот, я стал вставать рано, Сысенбаев встает в 5.30, но я понял, что мой опыт показал, что нельзя резко менять режим, потому что я столкнулся с тем, что в сентябре я стал делать то, чего никогда со мной не было в последние годы, это я стал вставать вечером, то есть вечером реально ты уже вот шатаешься, хочешь спать, хочешь пить кофе, и я жаловался вам на эту историю. Вы знаете, я как только стал вставать в 7.30, у меня сразу все симптомы ушли, то есть не потребовались никакие там витамины, минералы, таблетки и так далее. То есть просто вот чуть-чуть подвинул таймер, возможно, сказывается еще и то, что идет постоянное каждый день сокращение световой части дня, и это тоже добавляет своих эффектов в плане усталости. Возможно, там витамишка D падает, да, в связи с тем, что осенью там меньше солнечных дней. Но для себя я решил, что просто надо потихонечку переходить на этот режим, не экстремально, потому что если это раньше вставал в 9 утра и стал вставать в 6 утра, то что-то в организме ломается, вплоть до каких-то заболеваний может возникнуть. Вот. Окей, блин, затянул эту тему. Короче, дети у меня болеют сейчас все, уже второй раз, сначала с 1 сентября, там младшая дочка пошла в бассейн, через день у нее какие-то дикие сопли, чуть ли не гайморит, наверное, кстати, вполне может быть, потому что когда в бассейне человек, если туда инфекция может затечь в гайморовой пазухе, в общем, надо смотреть. Окей, потом спустя какое-то количество времени, 3 дня еще и старшая заболела, но младшая вроде сейчас держится, средняя первая, да, заболела. Вот. И мы с супругой тоже пока держимся, не болеем, хотя, знаете, вот судя по тому, что я вижу, вокруг все болеют, не знаю, ковид, не ковид, но реально заболеющих просто дохренище. И в том числе ковидом просто вот, ну, если весной не было такого, просто даже было сложно найти знакомого человека, который болен ковидом, когда были эти супер жесткие карантинные меры, то сейчас прям сплошь и рядом. Этот заболел ковидом, тот заболел ковидом, и куча людей ведь заболели и даже не сделали тест на ковид, такие как я, например, да? То есть я не делал тесты, потому что я уже переболел надобно. Вот. Но по моим наблюдениям, пока там у всех вроде как, кто болеет ковидом, протекает в какой-то ультралегкой форме все. То есть без каких-то особых проблем. Что касается планирования. Два слова я бы хотел сказать на эту тему. Я понял одну очень важную вещь. Планирование и эффективность, и саморазвитие. Я понял, что я упускал одну важную цель из виду. Давайте я про планирование чуть позже, про детали планирования расскажу чуть позже. Но я опускал одну очень важную цель. Я слишком мало внимания уделял отсутствию стресса в своем графике, в своем расписании. И сентябрь заставил меня задуматься. И я понял, что я должен вот на списке своих задач, которые я ставлю себе на месяц, я должен в первую очередь писать «но стресс». Почему? Потому что если я амбициозный парень, энергичный, я ставлю себе амбициозные цели на месяц, я начинаю нервничать, я начинаю пытаться все успеть, я начинаю психовать от того, что кто-то, какая-то тварь сжирает мое время, отвлекая меня от моих амбициозных задач, это все негативно влияет на настроение и, в конце концов, на качество жизни. Вот. Поэтому, что бы я ни планировал, какие бы дела я себе ни ставил, я решил, что в первую очередь я буду стараться избавляться от стресса. То есть планировать все остальное, все, что ниже, так, чтобы не доводить себя до состояния стресса. Я должен сказать, что мне вот 38 лет, и вы можете, если вы молоды, если вам 28, тем более 18, спокойно себя погружайте в цистерну стресса и не парьтесь. Да, то есть у вас еще огромный запас ресурсов и жизненных сил, и совершенно спокойно подвергайте себя стрессу. Спокойно лет до 30, как минимум, ничего с вами не будет. Вот. В 38 лет, так сказать, пик жизненной силы пройден, остался позади, его уже не видно в зеркало заднего вида. Поэтому вы вынуждены задумываться о том, чтобы падать по этой кривой, так сказать, нисходящей здоровье не слишком быстро. Для этого решающее значение будет иметь, насколько качественно и в удовольствие вы живете, а стресс, как известно, делает вас несчастными и без удовольствия оставляет. Вот. Таким образом, слишком высокие амбиции, да, приводят к тому, что вы слишком много стресса добавляете в жизнь. И в то же время, знаете, я бы не сказал, что молодым людям полное отсутствие стресса – это хорошо. Для молодого человека стресс обязательно нужен, потому что стресс заставляет вас прыгать выше головы, стресс заставляет вас искать ресурсы, о которых вы и не подозревали, которые у вас на самом деле есть, внутренние ресурсы. И поэтому я говорю, что да, даже до 35, включайте стресс на полную, а дальше в какой-то момент вы должны сознательно выбрать стратегию такой мягких завоеваний, мягкого развития, мягких достижений, чтобы не было уже, чтобы не вредить тому самому важному, что у вас есть, а именно здоровью. Я напомню, что при постановке всех целей мы опираемся на ценности. Первая ценность у меня – это здоровье. И мой даже целитель говорит, что главный источник всех болезней – это стресс. Соответственно, если у вас ценность номер один – это здоровье, а стресс – это основной фактор риска для здоровья, то давайте тогда всю остальную нашу стратегию выстраивать, опираясь на то, чтобы минимизировать количество вредного стресса. То есть, может быть, минимальный какой-то стресс, да, возможно. То есть, спорт на самом деле – это тоже стресс. То есть, стресс, во всяком случае, должен быть полезным, а не губительным. Стресс должен быть в удовольствии, а не хроническим. Тот же закаливание – это тоже стресс, да. Вылить на себя ведро холодной воды или прыгнуть в ледяной пруд зимой – это всё стресс. Но краткосрочный стресс приводит к обратному эффекту. То есть, мы имеем эффект антихрупкости, о чём писал целую книгу Насим Талеб, так сказать, ливанский философ знаменитый, профессор Нью-Йоркского университета в прошлом. Итак, давайте про планирование ещё расскажу. Два слова буквально. В октябре у меня отнялось 7 дней на то, чтобы завершить процесс планирования месяца. То есть, я много рассказываю о том, что я пытаюсь планировать своё будущее для того, чтобы повысить эффективность достижения, чтобы был путь более осмысленный. И мне очень приятно, что вы пишите в комментариях о том, что кого-то из вас побудил впервые в жизни написать себе какие-то цели, составить план и начать действовать по этому плану. Мне это приятно. Таких комментариев не слишком много, но когда они появляются, я каждый раз радуюсь. Потому что мне кажется, это однозначно плюс к вашей капитализации, к вашей внутренней стоимости. То есть, это вас сделает только лучше. Я посчитал, что с начала месяца я потратил 13 часов чистого времени на планирование. Ну, вообще кажется, что дофига и слишком долго планировал. Но, к сожалению, я такой тормоз. Начинаешь задумываться о том, что, может быть, реже надо планировать не раз в месяц, а раз в два месяца. Но нет, пока режим комфортный, потому что интервал месяца позволяет вовремя посмотреть назад, обратить внимание, все ли ты делаешь то, что задумал и так далее. И я еще раз напомню по поводу вот этих всех вещей эффективности. Потому что я сейчас вот так вот каждый свой день вот так вот планирую на листочке. То есть, у меня вот такая... Ну, ничего секретного нету здесь. Ну, вот у меня, смотрите, с 9 утра до 9 вечера расписан весь день по полчаса. И когда вы делаете такое упражнение элементарно, вот я слежу за тем, как я вписываюсь в этот план, то есть, этот план нарисован утром. Я понимаю, насколько я не успеваю двигаться по этому плану. Но если там месяц назад я переживал и пытался во что бы то ни стало уложиться в эти рамки, то сейчас с учетом задачи не доводить до стресса, я, в общем, позволяю себе выходить за эти рамки. Вот. Ну, вот сегодня у меня половина дня ровно ушла на антикризис. Я бы больше времени потратил антикризису и либо начал раньше его записывать, если бы у меня была физическая возможность. Потому что первая половина дня я сходил к стоматологу, я занимался делами, связанными со смотлабом. Вот. Ну, соответственно, у меня только сейчас. К вечеру все сложилось удачно, чтобы я мог взять и выкатиться к вам с какой-то более-менее информационной продуманной повесткой. Вот. Что новое я хочу сказать по поводу планирования, чего я еще не говорил. Потому что, как я говорил, мы учимся с вами вместе, одновременно, я каждый раз совершаю для себя какие-то открытия. Я должен сказать, что планирование дня помогает мне понять эффективную долю дня. То есть, вот сколько времени на самом деле я занят эффективными делами. И, вопреки моим представлениям интуитивным, оказывается, что, ну, где-то чуть больше половины дня проходит, на самом деле, эффективно в тех делах, которые ты, ну, можно сказать, отвечают твоим целям. Еще одна интересная история, для меня новая, это планировать неделю заранее, по понедельникам, да, то есть, либо по воскресеньям, чтобы не пропустить ничего важного, чтобы оглянуться на свои месячные цели. И, чтобы все они были выполнены, ну, либо хотя бы большая часть, очень неплохо посмотреть на все свои задумки в начале недели и расставить какие-то приоритеты с понедельника по пятницу, если вот ваш диапазон рабочей недели ограничен этими рабочими днями. Я показывал вам уже, да, вот такая схема, я себе сюда пишу вот цели задачи, которые мне надо выполнить, и здесь выставлю пометки каждый день, насколько я с этими задачами справляюсь, то есть, я все время, каждый день мысленно возвращаюсь к поставленным задачам, и в том числе это помогает мне составить календарь моих действий, то есть, я открываю Google календарь и вписываю туда, что я собираюсь сделать на этой неделе. Чтобы ничего важного не забыть, то, что реально отвечает моим целям, а не то, что навязывается мне извне, потому что, когда вы начинаете поддаваться внешним факторам, вы уже теряете, так сказать, свой собственный курс и начинаете двигаться курсом тех людей, которые от вас что-то хотят. Поэтому важно, так сказать, сохранять вот этот осознанный путь. Так, хорошо, значит, кстати, знаете, еще одна маленькая деталь про планирование, я же когда планировал этот год и подводил итоги прошлого года, как раз написал какой-то пост на Smart Lab, и в итоге кто-то мне что-то написал такое, после чего я решил возобновить антикризис. То есть, то, что мы сейчас с вами общаемся, это, по сути, кто-то мне настойчиво сказал просто, что, чувак, у тебя классно получалось, давай сделай антикризис. Хотя, с точки зрения логики, я не вижу особого смысла делать эту программу, не вижу практического смысла, да, то есть она не приносит деньги, она отнимает очень много времени, разве что для души. Ну, вы это чувствуете, да, потому что вы, так сказать, благодарные зрители, пишите комментарии, ставите лайки и даже присылаете донаты, потому что вы чувствуете, что это для души. Я вас там никак не пытаюсь монетизировать, поэтому, собственно, так агрессивно, да, там, впарить вам что-то. Делюсь с вами абсолютно вот всем тем же, что и сам, так сказать, до чего сам допер, если так можно сказать. Окей, давайте теперь поговорим про ЗОЖ немножко. Я понимаю, тема утомительная, но мне нравится. Давайте пофилософствуем о ЗОЖе. Заварите себе чайку, расслабьтесь кофейку. Значит, кому не нравится тема, вниз в тайм-коды на инвестиции. Смотрите, значит, вот, значит, тоже, кстати, плохое слово, которое тоже надо из своего лексикона исключить. Журнал Esquire опубликовал 7 правил красоты и молодости Павла Дурова. И вы знаете, что там интересно? Там вот традиционно вот это фото, где Паша Дуров накачанный. Таких фоточек буквально парочка всего, да. Паша очень какой-то закрытый человек. Он практически не позволяет себя фотографировать. Мне подозрение, что он вообще где-то скрывается. Живет в каком-то подземелье, да, лютом, чтобы никто его не донимал, никто его не узнавал, никто его не фотографировал. Вообще интересно, конечно, может ли быть такой человек счастлив, который живет какой-то скрытной жизнью. Но, во всяком случае, каким-то образом вот от него поступила информация, 7 правил. И вы знаете, я совсем практически согласен. Он рекомендует много спать, сократить стресс, о чем я только что вам говорил, да. Это очень важно. Не бухать, понятное дело. Ну, он лично питается 2 раза в день в интервале 6 часов. Есть, конечно, такая методика, да, там, такого голодания интервального. Ну, не даже интервального, да. Потому что вы там, чем дольше вы не едите, тем, типа, лучше организм успевает очиститься. Но я не уверен, что это прямо для всех хороший совет. Все-таки кастринтеролог мне, например, говорил, там, лучше ешь 3-4 раза в день небольшими порциями. У кого там проблемы с желчным пузырем, в общем-то, для них такой режим питания Паши Дурова может плохо кончиться. Спорт. Я тоже согласен с Павлом о том, что лучше регулярная, но умеренная нагрузка, чем какие-то олимпийские рекорды. Я не согласен с ним, что не надо есть мясо. Это очень индивидуально. Есть люди, которым будет плохо без мяса. Но я согласен с тем, что потребление мяса надо очень сильно дозировать. Я, например, я не отказываюсь от мяса, но я ем его достаточно мало. Все-таки у меня есть впечатление, что если не есть мясо совсем, что-то важное мой организм все-таки будет недополучать. Ну, конечно, можно сосредоточиться на рыбе, но я не уверен, что она полностью, так сказать, добавляет в организм все те вещества, в которых он нуждается. И очень странный совет, который меня удивил, это живите в одиночестве. Дуров ссылается в своих размышлениях на тех людей, которых он знает лично, которые выглядят хорошо и которые не имеют, там, я не знаю, жен, женщин, детей, может быть. Ну, это очень странно, это может быть очень индивидуально, может быть это какая-то узкая выборка. Во всяком случае, я с этим категорически не согласен, с этим не согласен. Научные исследования, в общем, лучше, конечно, жить в браке. И вы знаете, что я вам рассказываю о ценностях. Я вам всем рекомендую, так сказать, найти слово паразит, фраза паразит. Я вам рекомендую всем найти как можно раньше своего спутника жизни или спутницу жизни. И, соответственно, мне кажется, что человек по душе, который вам, да, он просто у вас реально будет направлять в нужное русло. То есть вы вдвоем будете образовывать синергетический эффект. Это когда 1 плюс 1 не равно 2, а 1 плюс 1 равно 3. То есть я думаю, что действительно в большинстве случаев такая связка работает очень хорошо. Главное, чтобы человек вам подходил. В общем, я вам рассказывал, как надо подбирать себе, так сказать, как себе надо подбирать спутника жизни. Вот, ну, не будем на этом заостряться. Значит, в своем телеграм-канале я устроил опрос на тему, с кем вы больше согласны, с Пашей или со мной. 500 человек согласились со мной и 86 с Пашей. Кстати, этот пост мой на смарт-классе набрал больше, там, по 200 комментариев примерно. То есть такая тема, знаете, люди любят поспорить, пообсуждать. ЗОЖ. Такая тема приятная для дискуссии, для людей. Ну, я все равно, что тачки, тёлки там, я не знаю. Не, ну тёлки, кстати, что тут дискутировать. А вот тачки, политика там, да, это все, это любимое. Так, ну теперь предлагаю вам окунуться в 2003 год вместе со мной, потому что традиционная полюбившаяся вам рубрика «Мой дневник», для кого-то она является кошмаром, те, безусловно, сразу следуют вниз на тайм-коды. Я не займу много времени, честно. Дело в том, что здесь у меня 18 июля на очереди, где я подвожу итоги первого полугодия 2003 года. Что я пишу? Я успешно завершил первое полугодие. Стипендия 400 рублей в месяц. Это была повышенная стипендия, потому что стандартный размер стипендии составлял порядка 100 рублей. Влился в освоение ценных бумаг. Учебник, законы, развил понимание, плюс увлеченность. Третий пункт – прогресс в отношениях с девушками. Четвертый пункт – повысил внимание к здоровью. Уменьшил курение, бегал. Как вы видите, если смотреть на все эти итоги, они в принципе… Давайте я пятый все-таки перечислю и потом сделаю вывод. Я мало-помалу учусь приводить задуманное в жизнь. Повысил самодисциплину. Пятый пункт. Так вот, мне сейчас подумалось о том, что, глядя на эти итоги, я все равно действовал в соответствии с теми принципами и ценностями, о которых я вам сейчас рассказываю. То есть, саморазвитие, семья, то есть, все-таки был поиск постоянной партнера, противоположного пола, здоровье. Все время я страдал из-за того, что я курю, бухаю, меня все время мучила совесть из-за несоблюдения режима. И я должен сказать, что если бы я жил один, наверняка вот все эти пункты мне бы соблюдать было бы гораздо сложнее. То есть, я чувствую, что семья является как раз неким организующим звеном, который позволяет мне проще соблюдать и режим, и заботиться о своем здоровье, и так далее. Я, кстати, по-моему, курить бросил как раз ради детей, потому что я подумал, что своим примером я должен показывать, что курить, ну, дети же учатся на примере родителей, но чему же я научу своих детей, если буду курить? Я бы хотел, чтобы мои дети курили. Нет, не хотел, поэтому решил бросить. Минусы первого полугодия. Психическая неустойчивость эмоциональная. Я стал несчастнее, я сам себя делаю несчастным, я смотрю на жизнь с самой серой ее стороны. Вот такая меланхолия, так сказать. Опять, так сказать, будем считать просто мои слова-паразиты. Нельзя, продолжаю дальше, пишу на следующий день, в субботу, 19 июля. Нельзя требовать от окружающих меня людей столько же, сколько я требую от себя. Ничего, кроме раздражения, это не вызывает. Это, кстати, мудрая мысль, которая, в общем-то, и в более зрелом возрасте многим была бы полезна. Планы на второе полугодие. Заняться практическими аспектами инвестирования. Второй пункт. Здоровье глаз и тело. Здоровая еда, режим. Треть. Я тогда не задумывался о своих ценностях, но я задумывался о том, что мне надо делать, чтобы было правильно. И, по сути, то, что я сформулировал уже в свои 38 лет, те ценности, мы видим, что то же самое было и 17 лет назад. Третий пункт. Английский язык. Заниматься регулярно. Четвертый пункт. Анализ фондового рынка и новостей. Углубление понимания поведения рынка. Пятый пункт. Прогнозирование в любых аспектах жизни. Шестой пункт. Законодательство в области рынка ценных бумаг. Изучать. Седьмой пункт. Самодисциплина. Ну, все. Больше вас не буду утомлять. Значит. Значит, кстати, тоже плохое слово. В тот июль 2003 года я часто помню, ставил хорошую погоду, часто ездил на Финский залив, купаться, загорать. Наверное, так часто, как никогда после этого. Я помню, тогда курортный район и Финский залив были довольно дикими. Людей было не так много, машин было не так много. И не было столько развитой инфраструктуры, цивилизации. То есть, ну, просто пляж загородный, какие-то там советские санатории. Приезжаешь и отдыхаешь. Так, поехали далее. По рынкам, наконец. Приветствую всех тех, кто не ценит ценности, но ценит инвестиции. Маленькая тактическая пауза. К прошлому выпуску программы вы задавали вопрос. Как работать с новостями? Расскажи с позиции своего опыта. Я описал эту историю полностью в своем телеграм-канале. Некоторые люди меня упрекают в том, что я говорю о том же, о чем пишу в телеграме. Ну, давайте я не буду тогда повторяться. Я расскажу следующее. Я скажу, что, во-первых, торговать непосредственно новости – это идея бесперспективная. Для этого вам надо сидеть целый день у монитора. Это очень тревожное нервное занятие. Смотреть и на графики, и на новости. Во-вторых, понимать контекст, то есть понимать значение каждой новости. Для этого у вас должен быть довольно нормальный такой багаж знаний и опыта. И третье – вам надо уметь быстро нажимать на кнопки. С учетом того, что такие прям значимые новости, когда вы за счет скорости обработки информации можете успеть прочитать строчку, что-то купить, и после этого оно вырастет, такие новости выходят достаточно редко. Эффективно ли ради этих редких случаев тратить свою жизнь на то, чтобы сидеть и пялиться в новостные ленты? Я думаю, что нет. И кроме того, мой опыт говорит о том, что рынок отыгрывает новости заранее. Посмотрите на Тинькофф. Акции что-то там рублей 700 стартанули и выросли до 2000. Росли несколько месяцев. Никто не понимал, почему они растут. Я напомню, что есть такой телеграм-канал РДВ, который манипулирует рынком. Так вот, они, если что-то не понимают, они начинают это жестко гнобить. И вот в частности они… А потом это просто все забывается. Гнобили рост в акциях Тинькова, насколько я помню, и, ну, как какой-то неправильный рост. То же самое они в свое время делали с Киви. Ну, кстати, Киви действительно потом сложился обратно. Там, может быть, и правильные были идеи. А вот Тинькофф рос, рос. И вы знаете, когда уже акции были вблизи пиков, вышли те самые новости, которые объяснили, зачем акции Тинькова и в том числе Яндекса росли. То есть у нас, не помню точное число, где-то в середине, в конце, в конце сентября вышла новость о том, что компании Яндекс и Тиньков собираются объединиться, которые до сих пор не подтвердились окончательно. Но, смотрите, вывод отсюда какой? Вывод заключается в том, что вам не обязательно иметь дело с онлайн-новостями. Я вообще сейчас читаю газеты, которые выходили на прошлой неделе. Я всегда читаю вчерашние газеты, потому что мой почтальон приносит прессу с задержкой. То есть он приносит ее во второй половине дня, когда я уже в офисе. Я читаю всегда вчерашние газеты. А то и газеты, которые выходили на прошлой неделе, но я всегда их все читаю. Потому что я не ориентируюсь на принятие быстрых решений в своих инвестициях. Я стараюсь предвосхитить какие-то новости. Я стараюсь оформить понимание контекста в своем сознании. И важно, конечно, понимать, что большие движения, такие как рост акций Яндекса и Тинькова, они происходят в течение нескольких месяцев. Они не происходят за один день. Как правило. Поэтому у вас всегда есть достаточно времени подумать, обмозговать решения, взвесить все за и против. И вступить в игру в случае, если вы считаете, что шансов на победу больше на вашей стороне. Так я, собственно, работаю с новостями. Если вы обладаете солидным капиталом и бережно относитесь к своему здоровью, то лучше читать вчерашние новости. А еще лучше остывшие новости недельной давности. Так завершается мой вот этот текст. Пост на Smart Lab, потом в Телеграме, который я опубликовал. Теперь по поводу текущего состояния рынка. Что главное происходит, на что бы я обратил внимание. На прошлой неделе наш рынок продолжал копать дно. Он упал по индексу ММВБ до минимальных уровней за последние три месяца. В то же время, как ни странно, рубль развернулся. И всю неделю укреплялся. Вы помните, неделю назад я в антикризисе сказал, что закрыл все свои доллары. Как оказалось, пока это решение выглядит удачным. Я не скажу, что оно будет удачным выглядеть через неделю или еще более удачным. Потому что я не уверен, что рубль будет продолжаться укрепляться и через неделю. Но, во всяком случае, в моменте мой выход оказался довольно удачным. Часто меня спрашивают, что делать с акциями Тинькофф. Я считаю так. Если основной акционер захотел продать этот бизнес по 27 долларов за одну депозитарную расписку, значит, на этом уровне надо выходить всем. Потому что игра сделана. Игра сделана. Основная игра сделана, скажем так. Вы можете заработать еще какие-то там крохи, какие-то проценты. Но если основной акционер решил, что пришло время выходить, значит, надо выходить. Я считаю так. Аэрофлот. Вы видели, состоялась, наконец, доп. эмиссия. Она прошла по 60 рублей за одну акцию. Мне интересно, что все это время аналитики ВТБ Капитал рисовали по Аэрофлоту таргет 105 рублей. Хотя, ну, вот в моем понимании реальности я не заглядывал далеко в эти экономические модели. Ну, никак такая цена рисоваться не могла. Я шортил Аэрофлот еще в мае. Примерно в районе 75 рублей. Я полностью предвидел то, что фактически вот произошло с Аэрофлотом до настоящего момента. Я предвидел размер убытков. Я более-менее плюс-минус точно. Я предвидел, что будет доп. эмиссия, что без этой доп. эмиссии просто, ну, все, компания банкрот. Но самое парадоксальное, что в июне акции Аэрофлота по какой-то неведомой мне причине выросли с 75 до 97 рублей. Рынок бывает очень иррационален. Я, к сожалению, не стал шортить. У меня очень чесались руки за шортить Аэрофлот вот там вот выше 90, когда он был. Но там просто была достаточно большая волатильность. И зайти в эти акции с хорошим риском не представлялось возможным. Вот, соответственно, я не зашел в эту позицию повторно. Потому что я там ничего не потерял. Это, кстати, вся эта история говорит о том, что если даже вы абсолютно правы по смыслу, по целям, по контексту, вы можете ошибиться в тайминге. И тогда вас просто порвет напрочь. Если вы не рассчитаете риск, если вы неправильно выйдете из сделки. Я тогда удачно зашел, акции падали-падали, потом они развернулись, начали расти. И я вышел практически без каких-либо потерь. Но я вышел, потому что я понимаю, что рынок не хочет со мной соглашаться. Но потребовалось рынку время, чтобы сообразить, что к чему. Рынок оказался в этом данном случае глупее. А может быть мне просто не повезло или наоборот повезло в том, что мой прогноз сбылся. Я говорю об этом, потому что мы учимся на своих ошибках и так далее. И Совкомфлот. Прошло IPO. Очень интересно, кто продавал акции в первый день их появления на московской бирже. Потому что они падали более чем на 10%. Кто-то вернул эти акции назад к цене IPO. Сейчас они закрылись на уровне 103.55. И я однозначно считаю, что делать там ничего. То есть я, конечно, могу ошибаться. Но когда пойдет отчет за второе полугодие этого года, всем станет очевидно, что все вернулось на круги своя. Так что я туда вообще даже не смотрю. Как, впрочем, не смотрю и на Газпром, которому выкатили иск на 7,5 миллиардов долларов. Сейчас в Газпроме может появиться локальная спекулятивная идея на том, что цены на газ в Европе, в общем-то, довольно быстро восстанавливаются. Действительно хорошо. Это поднимет финансовую отчетность Газпрома. Но с учетом огромной, сложной истории инвестиционного программ, северного потока, вот этих польских исков, которые растянутся на годы, эти судебные тяжбы, прежде чем у Газпрома арестуют какое-то имущество, взыщут его, все это, в общем, создает над Газпромом какой-то, знаете, очень негативный новостной фон, который, может быть, и обуславливает низкую цену его акций. Если этот фон в какой-то момент улучшится, может быть, Газпром быстро удвоится, кто знает. Но пока я там участвовать не готов, потому что мне вот вся эта мутная история явно не нравится. И уже не нравится достаточно давно. Еще один интересный момент, которым бы я хотел с вами поделиться, это статистика брокеров. Я взглянул на статистику московской биржи за сентябрь. И, вы знаете, я удивился, я давно на нее не смотрел. У Тинькова, у Тиньков инвестиций уже 600 тысяч активных клиентов. В три раза больше, чем у Сбербанка практически. Тиньков резко оторвался. Все последние месяцы Тиньков создавал 100 тысяч новых активных клиентов каждый месяц. Почему я смотрю на активных? То есть я смотрю не просто на открытые счета, а счета, на которых кто-то совершил одну сделку. У нас, я не знаю, у меня не было возможности взглянуть на статистику Санкт-Петербургской биржи, но по статистике московской биржи мы видим, что колоссально идет рост. Тиньков лидирует, конечно же, и на Санкт-Петербургской бирже. Цифры у меня нет, как я уже сказал. Что касается оборотов, то при росте клиентов в три раза за полгода, оборот торгов клиентов на масс-бирже у Тинькова вырос менее, чем в два раза. То есть прирост смешной, но здесь одна оговорка. Дело в том, что я сравнивал с апрелем, когда был резкий скачок. То есть очень высокая начальная база была. Резкий скачок оборотов из-за волатильности. Поэтому, в общем, тут не совсем релевантны вот эти сравнения активных клиентов в три раза, а обороты в два раза. В целом оборот точно так же растет. Линейно. Я также смотрю на статистику старых, добрых, профессиональных брокеров. Будем так их называть. Брокеров, которые там уже по 20 лет. Это финам открытия БКС. У них практически никакого роста не происходит. То есть по клиентам, но они там максимум на 10% выросли. То есть весь основной рост приходится сейчас на Тиньков и Сбербанк с ВТБ. Остальные брокеры пока имеют крохи со стола. И очень больно смотреть на тех брокеров небольших, которые с 90-х годов присутствуют на рынке, которые профессионалам хорошо известны, но которые, в общем-то, потихонечку увядают. Не знаю, такие имена, как Церих, Солид, Универ, Открытие. Не открытие, АЛОР, ITI Capital и так далее. То есть вот хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята жили, чтобы они находили свою нишу и успешно конкурировали с большими ребятами типа Тиньков, потому что я уверен, что сервис у них должен быть более индивидуальным, более кастомизированным и более интересным. Одна интересная антикризисная новость, которой я с вами поделюсь, заключается в следующем. Я удивился, что, оказывается, в Химках подмосковных есть такая компания Drive Electro. Она уже существует не первый год. И, по-моему, с 2004, что ли, года она работает. В общем, они собрали электрогрузовик и продали его Магниту. Магнит пообещал, если эта машина проявит себя успешно при испытаниях, они закажут еще 200 грузовиков. Наверное, все это как-то связано с нацеленностью властей Москвы на экологию. Но, вообще говоря, экономика пока в данный момент слабая. Почему? Потому что электромотор и батареи довольно дорогие для грузовика получаются. И это делает его в 2-3 раза более дорогим, чем традиционный КАМАЗ, на базе которого они и собрали этот электрогрузовик, который назвали Москва. База у электрогрузовика КАМАЗ-5325. Это вот кабина, шасси. Мотор 312 лошадиных сил. Это электродвигатель, разумеется. Питание от промышленной сети 380 вольт. Ну, вот непонятно, как эти зарядки оборудовать тоже. Потому что там есть 2 режима зарядки. Быстрая зарядка и медленная ночная зарядка. Потому что быстрая зарядка, вообще станцию быстрой зарядки сделать довольно дорогостоящее явление. Сама компания утверждает, что за 10 лет стоимость владения таким грузовиком будет на 25% ниже, чем на Солярии. Но пока вот по стоимости одной модели это не следует. Ну, интересная статистика заключается в том, что в 2019 году из 27 миллионов проданных в мире коммерческих автомобилей только лишь 0,4 были электро. Ну, так, если на вскидку посчитать, да, то есть это у нас 2% получается. Ну, не буду тупить. Чуть меньше, 1,5%. Опять что-то мне воздуха не хватает. Вот началось, да? Значит, опять, значит. Получай. Вы уже будете слышать от меня слово паразит, и у вас рефлекторно будет такое... Что он сейчас себя ударит. А смотрите, следующая тема связана логистически с электротемой. Вот как вы думаете, когда закончится нефтяная эра, есть какие-нибудь соображения? Буквально на прошлой неделе организация производителей нефти ОПЕК представила свой ежегодный доклад. Доклад, на мой взгляд, довольно оптимистичный, потому что они считают, что пика нефти потребления будет достигнута лишь к 2045 году. То есть до этого времени спрос на нефть будет плавненько подрастать, и на пике достигнет 109 миллионов баррелей в сутки. Это на 10% выше, чем в прошлом году, и на 20% выше, чем сейчас. Ну, в результате вот этого стресса, который привел ковид. Компания британская British Petroleum ранее делала тоже базовый прогноз. У них гораздо он более пессимистичный. Они считают, что в 2019 году пик потребления нефти был пройден, и они ждут падения спроса до 60 миллионов баррелей в сутки в 2040 году. То есть это почти в два раза ниже, чем прогнозирует ОПЕК на 1945 год в своем базовом сценарии. У ОПЕК также есть и скромный сценарий, пессимистичный, который подразумевает падение до 71 миллиона баррелей в сутки. Но это их не основной сценарий. Они также ждут, что доля угля в энергетическом балансе в мире упадет довольно существенно, ниже 20%. Доля газа возрастет с 23 до 25 с копейками процентов. И вот этот их смелый прогноз по поводу 109 миллионов баррелей в сутки, то, что будет расти до 1945 года, основывается на том, что доля электромобилей к 1945 году в мире составит всего 16,5%. Вот здесь есть повод подискутировать. Как вам кажется, правильно ли это 16,5% электромобилей к 1945 году или их будет больше? Здесь, наверное, имеет большое значение и емкости по созданию батарей. То есть промышленные возможности по созданию батарей, потому что это узкое место, насколько я понимаю, в создании электромобилей. Если не научиться каким-то образом упаковывать эти батареи и производить их более экономично из того сырья, который имеется, то, ну вот если не произойдет какой-то супертехнологический прорыв, то скорость роста электромобилей может быть довольно несущественной. Если же произойдет какой-то прогресс в этом плане, если умудряться как-то придумать более компактные, более дешевые, менее ресурсоемкие батареи, то, ну вы знаете, в моем воображении кажется, что доля электромобилей к 1945 году будет больше 50%, а не 16,5, жалки. И тогда, в общем-то, употребление нефти сократится в мире весьма радикально. То есть вот этот базовый прогноз ОПЕК вызывает у меня большие вопросы. Вот а вам как кажется? То есть вот вы согласны с этим, что до 1945 года еще спрос будет продолжать расти? Там, кстати, еще один пессимистичный оценка есть. То, что к 2030 году добыча нефти в США составит 20 миллионов барлей в сутки. 20 миллионов барлей – это примерно столько, сколько Россия и Саудовская Аравия добывают вместе. А США сейчас добывают 11 миллионов барлей. Ну то есть, ну с другой стороны, если, знаете, как-то… Вот все это меня заставляет считать, что если США будут наращивать добычу, рано или поздно, чтобы убрать Россию с этого рынка в качестве конкурента, просто введут нефтяной эмбарго против России. Найдут причину какую-нибудь, да. Нам всем станет очень плохо здесь в России. Зато их нефтяной промышленность станет очень хорошо. Я надеюсь, что до такой степени цинизма, конечно, не дойдет. Но, когда у них будут проблемы какие-нибудь жесткие, то, я думаю, самые циничные методы станут вполне реальными. Куда я мог положить ручку? Я же только что крутил ее в руке. Куда положил? А, в кармазовую сумму. Сорян. Теперь, следующая тема. Куе по-русски. Эта тема меня очень волнует. Я уже в прошлой программе рассказывал про то, что есть некий треугольник. В одном углу его находятся процентные ставки центрального банка. В другом бюджет, дефицит бюджета и потребность его финансирования. И в третьем углу находится курс рубля. И если вы, так сказать, начинаете два угла завязывать, то третий как-то начинает страдать. Ну, у нас сейчас так, собственно, и происходит. На чем я, собственно, и заработал. Ставка низкая. Дефицит бюджета огромный. Он нуждается в финансировании. И, как следствие, страдает рубль. Потому что нерезы начали продавать наши бумаги. И выходить из облигаций, которые теряют свое качество. Соответственно, и доходность. Соответственно, на этом за пару месяцев у нас рубль упал на 10%. Дальше он сейчас достиг какой-то равновесной отметки. Сейчас ЦБ продает в рамках интервенций примерно 11 миллиардов рублей. Валюта на 11 миллиардов рублей. И, конечно же, краеугольный камень. Вот всей этой истории сможет ли Минфин финансировать гигантский дефицит бюджета при низких процентах ставок. Ну вот, ЦБ все-таки пока пытается перехитрить рынок, найти четвертый угол. И мы видим, что в сентябре квартальный план заимствований был выполнен за счет Госбанков. Госбанки взяли огромный объем ОФЗ на свой баланс. Последний аукцион, который состоялся на прошлой неделе, в среду объем был рекордный. 350 миллиардов рублей практически. И существенную долю всех аукционов в сентябре выкупил Сбербанк. У нас размещение в сентябре было на 833 миллиарда рублей. Из них 700 миллиардов рублей выкупили Госбанки. Из них 462 миллиарда рублей вложил лично Сбербанк. Когда такое происходит, все начинают думать, что это КУЕ, что ЦБ печатает деньги, покупает на них облигации Минфина. То есть в США так непосредственно и происходит. У нас такая прямая операция запрещена законом, поэтому у нас все это происходит некими окольными путями. Но, вы знаете, я так посмотрел, и вот наш эксперт по банкам Сергей Федосов, который пишет в блоге под ником Серджио Федосини, он говорит, что, скорее всего, здесь признаков КУЕ нету, потому что нету, во-первых, признаков того, что Госбанки увеличили операцию РИПО с Центральным банком, когда Центральный банк фактически дает деньги на покупку этих облигаций ОФЗ. этого не происходит, то есть операция РИПО находится в каком-то нормальном режиме. Кроме того, мы не видим, чтобы ЦБ как-то кредитовал Госбанки необычно, чтобы говорить о том, что Госбанки покупают ОФЗ на деньги Центрального банка. Нет, такого нет. И третий фактор, Серджио Федосини пишет о том, что кредитоспособных заемщиков с адекватными залогами сейчас на рынке почти не осталось, а у банков есть активы, их надо куда-то вкладывать, поэтому они все-таки прибегают к инвестициям в инструменты Центрального банка. Кстати, интересно, что на том аукционе, который был на 345 миллиардов рублей, там, по-моему, на 315 разместили флотеры, так называемые, то есть облигации с плавающей процентной ставкой, то есть это страхует наши Госбанки от процентного риска, потому что если вдруг процентные ставки попрут вверх, эти облигации не обесценятся и не причинят балансам банков в какие-то бумажные убытки от переоценки, потому что, ну, лично я считаю, что у нас процентный риск, он всегда висит в воздухе, он всегда актуален. Если ФРС США может печатать там до посинения, то у нас чуть что не так, сразу скачок инфляции, ставки вверх, либо обвал рубля, это тоже приведет к росту процентных ставок, ну, в целях защиты рубля от дальнейшего падения, там, вот, разграбления нерезидентами нашего населения, то есть если они там потянутся на выход, то рублю мало не покажется, ну, вот, в общем, такая ситуация пока сохраняется. Я пока вышел, знаете, вот спрашивают меня тоже, стоит ли закрывать баксы? Главный ответ заключается в том, что есть ли у вас идеи лучше, чем держать доллары. Смотрите, вот, дошел до 80 долларов, до 80 рублей. Вы можете купить, там, ну, условно, УФЗ по ставке, ну, допустим, 5%, да? 80 помножить на 1,05, это уже 84, да? 84. То есть через год, если бы вы просто продали доллары по 80 и вложили в УФЗ, через год у вас будет столько денег, да, которые бы оправдали рост курса до 84. Соответственно, ваш риск заключается в том, что вот эта процентная ставка не покроет валютный риск. То есть если доллар через год вырастет выше, чем до 84 рубля, ну, может ли такое быть? Ну, я думаю, что может, но не сильно. То есть, ну, максимум 90, наверное. Потому что так сейчас прямо непосредственно каких-то причин для падения рубля, ну, я не вижу, но, тем не менее, все равно у меня, конечно, есть опасения за роль, за судьбу рубля. Но вопрос в том, когда вы продадите доллары, что вы купите? Потому что сейчас, вообще говоря, как Максим Орловский сказал, я его цитировал в прошлой программе, некуда бежать, да, такая страшная ситуация. Последняя тема нашей программы, которую я хотел озвучить напоследок. Какова вероятность гражданской войны в США после президентских выборов? Я прочитал в журнале «Эксперт» статью, где журналист из журнала «Эксперт» с радостью цитирует идеи Джека Глотстоуна и Петра Турчина. Оригинал этой статьи размечается на сайте noemag.com, вот так вот. «Welcome to the turbulent 20s» называется статья. Можете загуглить. И, насколько я помню, у авторов этой статьи основная идея заключается в том, что слишком много оружия на руках у населения в США, что как никогда силен раскол между населением. Кроме того, удовлетворенность жизни у населения все ниже и ниже ввиду той экономической ситуации, которая возникла после пандемии и карантинных ограничений. Ну и, соответственно, авторы статьи рисуют четыре сценария возникновения гражданской войны в США после выборов. Соответственно, у меня к вам вопрос. Вы как верите вообще, что, возможно, гражданская война в США после выборов в течение одного года хотя бы, да? Мне кажется, такая вероятность, но просто она стремится к нулю. Потому что, опираясь просто на тот простой факт, что там за последние 150 лет в США не было ни одного гражданской войны. В принципе, гражданские войны – это довольно нечастое событие, я вам скажу, в странах, развитых странах мира. Рано или поздно, конечно, ситуация изменится кардинально, когда будет какой-нибудь экономический и всеобщий коллапс. Тогда, конечно, вероятность кровавых потрясений, она всегда увеличивается. Но пока вот у нас нет оснований полагать и прогнозировать в ближайшем будущем подобные события. Кстати говоря, на руках у населения США 393 миллиона единиц огнестрельного оружия. По данным ФБР, только в июле американцы купили 3,5 миллиона единиц. То есть, 1% практически всего того, что есть. Ну что, закончили? Кажется, все успел. Уже 21,08. Пора баеньки, пора отдыхать. Но, к сожалению, это не про меня, потому что мне придется сейчас еще дождаться, когда это видео там сохранится, обработается, закачается на YouTube, обработается снова. Надо все эти тайм-коды написать на YouTube, чтобы вы могли смотреть только то, что вам нравится, ставить лайки и комментировать обязательно. Ну и, конечно же, присылать донаты, кто не обижен рублем. Спасибо всем. Давайте еще раз обнимемся. Давайте. Иди, иди. Иди обнимемся. Давай вот так вот. Тук-тук-тук. 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 И, собственно, все. До свидос. До следующего понедельника. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...